Это был не просто очередной день на Марсе. Космический аппарат совершил успешную посадку и наблюдал за этой уникальной планетой. Информация передавалась, ей требовалось 19 минут, чтобы достичь планеты Земля. 19 минут до Земли. Даже с самого начала полета Викинга на Марс, мы начали собирать более чем просто изображение поверхности Марса. По мере приема информации, мы начали сопоставлять элементы и понимать это место, планету, отличающуюся от нашей родной. По мере движения планеты по орбите, мы начали понимать Марс благодаря ряду невероятных фотографий. Сложенные вместе фотографии рассказывали историю планеты. Мы обнаружили удивительные свидетельства текущей воды. Здесь лишь несколько из них. Похоже, что это высушенные русла рек. Хотя другие признаки указывают на то, что сегодня на Марсе вода течь не может, мы можем видеть, что однажды в прошлом жидкая вода должна была течь на поверхности Марса. Когда же это происходило? И существовала ли жизнь на Марсе, когда эти каналы были заполнены водой? Теперь мы знаем, где сейчас находится часть марсианской воды. Она в постоянно существующих полярных шапках. Ранее считалось, что это замерзший углекислый газ. Но сейчас у нас есть доказательства, что постоянные полярные шапки большей частью состоят из водяного льда. Здесь можно видеть каналы, образованные тайным этого льда. Другое фотосвидетельство открывает более крупный план Марсианского Великого Каньона с системой огромных каньонов, тянущихся на 2000 миль по планете. Какие силы заставили поверхность расколоться в стольких местах? Это вызывает вопросы, такие как, является ли Марс динамичным и активным? Похож ли он на Землю? И на нем есть вулканы, извергающие лаву на поверхность? Ясно видны признаки, что марсианские вулканы извергались в прошлом. И из этой миссии мы знаем, что, как минимум, одно землетрясение происходило на Марсе недавно. Так что Марс жив. И теперь у нас есть общее представление о толщине его коры. Дальнейшие свидетельства вулканической активности в прошлом можно увидеть на поверхности, где разнообразные вулканические скалы испещрены газовыми полостями. Выглядят острыми и более угловатыми. Эти камни постоянно пребывали в окружающей среде Марса. И, очевидно, многие из них уменьшились, превращаясь в марсианскую пыль. Фактическое изучение марсианской среды нам обеспечила миссия Викинга. Для начала температура. Температура, похоже, изменяется одинаковой за дня в день. От нижнего значения в среднем около 190 градусов по Кельвину непосредственно перед марсианским рассветом температура поднимается до верхнего значения в среднем 240 градусов по Кельвину. Этот перепад температуры за дня в день остается примерно одинаковым, практически монотонным. Затем атмосфера. Крайне тонкая верхняя атмосфера состоит из знакомых нам газов. Преобладает в ней двокись углерода, газ, которым мы выдыхаем. Есть и монооксид углерода, опасный для той жизни, которая нам известна. Аргон. Кислород в небольшом количестве. Атомарный кислород. Оксид азота и небольшое, но существенное количество азота. Дополнительные данные о Баргоне и азоте указывают на то, что когда-то Марс имел гораздо более плотную атмосферу, которая могла обеспечивать воду в жидком виде. Анализ марсианской почвы выявил богатую железом глину с необычно высоким содержанием серы. Элементы, составляющие эту глину, нам знакомы. Железо. Кремний. Магний. Алюминий. Кальций. И серо. С точки зрения изобилия, больше всего кремния и железа. Кремний также один из наиболее распространенных элементов земной коры. Магний, алюминий, кальций и серо присутствуют в существенных количествах. Образцы почвы оказались очень похожими по составу в двух разных местах на Марсе. Но нигде почве не было найдено органических соединений углерода. Отсутствие органических соединений углерода влияет на объяснение трех биологических опытов, проведенных на поверхности Марса. В одном опыте марсианскую почву увлажнили жидкостью, содержащей пищу, которой питаются земные микроорганизмы. Камеру был закачан образец марсианской атмосферы. Если бы почве были микроорганизмы, позже были бы обнаружены газы, выделенные ими, вероятно указывающие на наличие жизни. Давайте посмотрим на результаты этого опыта. Если жизнь есть, газы должны изменяться в течение показанных дней. Субтитры создавал DimaTorzok Эти данные не исключают возможности жизни, но и не указывают на нее явно. Второй биологический опыт использовал еще один образец марсианской почвы, также увлажненной жидкостью, содержащей питательные вещества. Но на этот раз питательные вещества были промаркированы радиоактивным углеродом 14. Если бы в образце почвы были организмы, они бы поглощали питательные вещества, выделяли бы радиоактивный углерод вместе с газами. После анализа газы могли бы указать на наличие жизни. Давайте посмотрим на результаты этого опыта. Образцы почвы вели себя на удивление похожим в обоих местах посадок на Марсе. Это график результатов на одном из мест посадки. Это график того же опыта на другом месте посадки. Сходство поразительное и подтверждает надежность этого опыта. Изменения в середине с радиоактивного углекислого газа, но монооксид углерода явно предполагает наличие жизни. Хотя это не биологические объяснения. Однако давайте сравним этот опыт, проведенный на почве Аттарктиды, с таковыми на марсианской почве. Сам по себе, как можно увидеть этот опыт, мог бы сказать о наличии жизни. Но помните, первый опыт не имеет никаких органических соединений углерода. И наконец третий опыт. В третьем и последнем биологическом опыте образец почвы был помещен в камеру, где получило немного жидкости и атмосферу из углекислого газа, маркированного радиоактивным углеродом-14. Затем имитировался марсианский солнечный свет. Если бы у почвы присутствовали организмы, подобные растениям, они бы усваивали углерод-14. При этом весь исходный газ двуокиси углерода-14 удалился из контейнера, а камера нагревалась выше 1000 градусов по Варенгейту. Если бы углерод-14 оказался в образце почвы, он бы был обнаружен при выделении в процессе нагрева. Это бы показало, что на Марсе существуют организмы, подобные растениям. Давайте изучим результаты и посмотрим, была ли обнаружена жизнь благодаря этому опыту. Сначала сами данные. Давайте посмотрим на эту информацию в виде графика. Из этой информации и сопутствующих признаков мы не можем окончательно сказать, что жизнь в марсианской почве есть, или что ее там нет. Безусловно, если жизнь на Марсе существует, скорее всего, она немногочисленна. Последнее открытие миссии к Марсу касалось его спутников. Чрезвычайно близкий пролет Фобоса дал нам информацию, которая может привести к бесценным данным касательно происхождения и эволюции всей Солнечной системы. Являются ли марсианские луны захваченными астероидами? Действительно ли гравитация Марса медленно разрывает их на части? Эта миссия ответила на многие вопросы, однако вызвала многие иные. Некоторые сочли бы миссию Викинг, успешной, только в случае неоспоримого обнаружения жизни. Но на самом деле, открытия на Марсе дали нам ценные данные, которые мы можем применить к Земле, чтобы больше узнать о самих себе. И хотя доказательства наличия жизни четко не зафиксированы, Марс продолжает занимать наши умы. При этом нам нужно запастись большим терпением к неопределенности, когда мы исследуем неизвестное. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ